Всем привет! Сегодня в Шеф Жарит обзор икры! Поехали! Сегодня у меня 4 вида. Икра нерки, икра чавычи, икра горбуши, икра киты. Чем отличаются по качеству? По вкусу? В какое время икру добывают? Что лучше выбирать? И в каких видах она подается? И с чем ее есть? Все, сегодня будет. Погнали, открываем! Кстати, пока открываю горбушу. Скажите, зашел вообще вам, не зашел ночной дожор? Жрать по ночам? Жрать по ночам это так прекрасно. Посмотрели, не посмотрели, и как вообще все получилось. Так, возвращаемся к икре. Икра нерки мелкая, и при этом самая темная. И одна из самых ярких по вкусу. Икра чавычи, одна из самых редких, одна из самых дорогих. Она крупнее всех остальных по вкусу. Опять же, позже сейчас все объясню. Не могу сказать, что есть какие-то вау-преобладания. Икра горбуши, самая распространенная, средняя по зерну. Одна из самых светлых, то есть прям такой, знаете, желтоватый оттенок. Ну, икра киты, одна из самых попсовых. Всеми любимых, вот так, наверное, больше всего, если говорить именно по вкусу нравится, то это она. Крупное по зерну, практически такая же, как чавыча, но зачастую чуть-чуть помельче. Одно из самых отличительных отличий в икре, это по соли. Если ее есть можно ложкой, ну прям берете ложку и лопаете. Это значит, икра малой соли. Если соль не чувствуется, такая сырость присутствует. Это не до соленая, это плохо. Бывает средне соленая, в этом случае икра офигенно лежит на бутерброде. И бывает пересоленая, но пересоленая это уже другая история. Иногда это целенаправленно делается для того, чтобы икра лучше хранилась. Так, джуса нет. Джус это такая штука, влага условно, может быть на дне банки. Вот посмотрим сейчас, здесь где-нибудь есть. Здесь нету, тоже нету. Но его видно. Я не говорю, когда в икру что-то добавляют намеренно, дабы увеличить вес. Я говорю про естественный джус. Нерку лучше всего употреблять где-то июнь, июль, максимум август. Нравится не всем, есть не один важный момент. Где-то к сентябрю месяцем у нее появляется неестественная горечь. Я же так сейчас всю икру съем. Мне надо оставить место. Где-то к декабрю, к январю, есть такое слово воблить. Оно начинает воблить. То есть жир окисляется с кислородом. Короче, горечи больше и больше и больше. Поэтому, прям рекомендация есть ее свежей. Либо если найдете в замороженном виде. Кстати, сразу же экскурс по поводу видов поставки. Обычно она поставляется в охлажденном виде. Хранится при минус 6, если мало консервантов. А если консервантов много, то в плюсовой температуре. И иногда поставляется без консервантов в замороженном виде. Нерка офигенская. И короче, вы чем? Она имеет однозначно свое место. Она приближена по вкусу к ките. Нет вот этого яркого рыбного вкуса. У нее нет горечи. У нее есть минус. Это цена. Абсолютно оправдана по количеству вообще вылавливаемой чавичи. Ее просто мало. И за счет редкости этой рыбы. И цена высокая. То есть вкус у нее не такой яркий. Но при этом хорошая такая собственная сладость и насыщенность. Однозначно ее отличает. И те, кто любит икру, найдут точно в ней нотки чего-то интересного. Сладость. И жирность. Икра чавичи одна из самых жирных. Больше всего добывается горбуши. Икра офигеннейшая по вкусу. Она имеет хороший, выраженный такой свой вкус. Уникальный рыбный. Нотки горчинок там минимальны, как и ноток сладости минимальные. Но это прям икра. Классический вкус икры. Это тоже можно ложкой молоть. Самая любимая народом. Почему самая любимая? Потому что сладкая. У нее нет горечи. И вот эта сладость зачастую народу и нравится. Если вам нравится, не нравится икра, или вы там выбираете, начинайте с китовой. Дальше можно пойти, соответственно, к горбуши. Если понравится горбуша, можно уйти к нирке. Если нравится кита, то уходим к чавичи. Важно понимать теорию вылова в принципе икры. То есть икра может вылавливаться на подходе, еще в море, когда она не зашла на нерест. Может вылавливаться в дельте или непосредственно недалеко от места нерест. Самая офигенная та икра, которая была добыта именно в дельте реки. Если икра добывается непосредственно в самом море, то она катанка такая, знаете. Прям икра иногда катается на зубах, ее сложно раскусить. Икра еще не дозрелая. То есть это не вовремя добытая икра, нет такой яркости вкуса. Эта икра не нежная. Зачастую я встречал, когда берут хорошую качественную икру, смешивают как раз с этой катанкой. И прям берешь, и там в ложки попадаются такие перекатыши. Добыча непосредственно в дельте реки. То есть как только рыба зашла в реку, она прям попала в пресную воду. Вкус икры чуть видоизменяется. Икра становится именно дозрелой, но при этом не такой нежной, чтобы лопались икринки и образовывался джуз. Бывают моменты, когда она добывается непосредственно ближе к месту нереста. В этом случае вы сразу увидите, икринки лопаются. Она превращается в какую-то хрен пойми кашу. То есть очень много джуза. И по вкусовым качествам она такая, знаете, все прям лопается, разламывается. Неинтересно. По поводу того, когда добывается икра. Изначально добывает укрум нерки. Где-то в конце мая, в зависимости от региона, в зависимости от температуры воды. От того, какой настрой у рыбки идти и идти. Далее за ней идет на нерест чавыча. Обычно с конца мая, начало июля. Июня. Начало июня. После начинает нереститься горбуша. Дальше идет Китай. Самое последнее кижуч. Более того, рыба может нереститься прям до сентября. Иногда даже до начала ноября. В зависимости от видов. По цене. Самое дешевое среди всех обычно бывает горбуша. Дальше идет Кита. Дальше идет нерка. Дальше идет чавыча. Еще бывает икра кижуча. Очень приближена к укреп нерке. Но, так как она добывается в самый последний момент, у меня ее сейчас свежей и нет. По поводу времени выловы и того, когда офигенная икра попадает сюда, на европейскую часть России, от чего зависит цена. В самом начале сезона, в начале лета, обычно июнь-июль, начинает заходить нерка. Нерка зашла. Ну, я рекомендую прям до конца лет ее похрумкали, поели. Она еще яркая, офигенная, прям классная. Но важно понимать то, что как только рыбу выловили, икру добыли, ее отправляют самолетами. Транспортировка самолетом достаточно дорогая, даже для икры бьет по цене. Поэтому самая первая икра, самая свежая, самая офигенная, но при этом самая дорогая. В первую очередь за счет транспортировки и отсутствия объема икры на рынке. Дальше, где-то ближе уже к концу августу и начало сентября, икра начинает заходить большими прям объемами. Заходит машинами, заходит контейнерами. И в этом случае, когда в нескольких европейских городах, или, например, если мы берем рынок Москвы, прям объемные, крупные оптовики завезли хорошие объемы, то тут уже цена и начинает падать. Это самое выгодное по цене, это как раз конец августа, начало сентября, сентябрь, иногда октябрь. Дальше все зависит от сезона. Более того, иногда бывает так, что, например, очень маленькая добыча. Тогда в этом случае, ну, прям икра лезет в топку, и все. И, соответственно, самый пик самой высокой цены, это декабрь. Сначала ноября она начинает чуть-чуть подниматься, и где-то уже в конце ноября регионы начинают закупаться, ценник по икре скачет. В декабре цена прям самая пушка. По поводу качества. Кстати, кто-нибудь сам когда-нибудь солил икру? Нет? Я щучу, солил много раз. Самая офигенская икра это икра, соль, 5 минут, иногда с лучком. Но производители, дабы сохранить и в зависимости от условий хранения, в зависимости от сроков хранения, уже начинают добавлять химию. Зачастую это консервант. И консервант очень иногда чувствуется в икре. Если вы чувствуете слишком сильную горечь, иногда слишком слильную сладость, зачастую это может именно даваться самим консервантам. В какой форме вообще, в принципе, исходя из этого можно встретить? Если вы видите, именно замороженную икру есть офигенская, качественная. Икра без консервантов взяли из морозильника, поставили в холодильник, подождали сутки, достали. Только разморозьте обязательно, просто если до конца икра не отойдет и не разморозится, или вы быстро ее поставите просто в комнатную температуру, замороженную оставите, то иногда делают прям, я это встречаю, разморозят, и потом говорят, бля, икра херня горчит, невкусная. Нужно, чтобы икра до конца отошла, это примерно за сутки, лучше в холодильник. И вот после этого она полностью раскрывается, она сухая, она незначительно теряет в качестве. Обычный человек это практически не замечает, но при этом по составу она значительно выигрывает любой охлажденной икре. Ммм, соскучился, так давно не ел икра тебе. Желательно покупайте икру, которая именно хранится в минус 5, опять же, не храните ее в холодильник. Обращайте на это внимание, не берусь за каждого производителя говорить, но буквально неделя, и икра может начинать выделять джуз, она может начинать видоизменяться и по вкусу, и по структуре. Поэтому взяли у тех, кто правильно хранит, ну прям вот такую баночку вдвоем на завтрак, как вообще, легко уходит, офигенско. Вот что значит такая хорошая икра, вот икры мало, а ложка стоит, вот такая должна быть икра. Так, сейчас проверим на то, что стоит ли ложка во всех банках, это не падает. Вообще как уверенно стоит, да? Вообще стояк у ложки нереальный просто. Так, как отличить офигенскую настоящую икру от искусственной? Настоящая икра, она не такая красивая. У нее может быть уже сломанные икринки, у нее может быть чуть-чуть пленка. Дальше, в настоящей икре, крайне редко в искусственной встречаются маленькие-маленькие вот эти вкрапления. Не, сейчас посмотрим, они есть на всей икре, на более светлой икре их лучше видно, вот они видны сбоку. Блядь, икру уронил. Так, ладно, оставлю съемочную группу пить. Вот сейчас прямо расскажу, как реально вкусно, офигенски, прям сочно и правильно есть икру. Прям рассказываю и показываю. Сначала мажете икру на белый хлеб. Почему белый? Он более нейтральный, и если взять, например, черный хлеб, то черный хлеб будет очень сильно оттенять именно на себя. Нам нужно, если у вас икра вкусная, классная, офигенская, оставить именно как можно больше ее вкуса. Для чего мажут масло? Если икра не очень, то как раз масло, оно забивает рецепторы, оно дает сочность, оно дает жирность. И икра в этом случае, она уже менее заметна своим вкусом, поэтому зачастую и делают на бутерброде. Как делать правильный бутерброд? Вы можете, конечно, написать свое личное мнение по этому поводу, но я считаю, что правильный бутер с икрой, это бутер, когда вот вы берете, икры должно быть прям вообще офигенски много. И вот потом должны слышаться вот эти, знаете, если любите вот так есть, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк, напишите, что офигенский бутерброд, ну или жирный бутерброд, или еще что-нибудь там придумайте. Просьбы, реагируйте, напишите что-нибудь в комментариях, реально искренне, что вы думаете о этом канале, поддержите, дайте обратную связь, сам все прочитаю, подпишитесь на канал. Балшев жарит! Как жалко, что у меня такой маленький желудок, который бы сейчас, раз, в съемочной группе придется все отдать. Вот вы бы отдали? Нет, и я бы не отдал, вот приходится. Ну, налетайте, господа, что уж там. Да!